Это самое крутое время в моей жизни Я избивал людей за деньги Блин, это было так страшно Все же вы это увидят, и мне не будет за себя стыдно Я вспомнил! Я все вспомнил! У меня к вам вопрос, господа Мы расскажем нашим зрителям про канделябр Друзья, всем привет! Это очередной выпуск Баббл-подкаста Майор Громчен и Доктор Спешл Эдишн Как всегда в студии Артем Габрилянов, Роман Катков Привет, да, и Спешл Эдишн Это значит, что мы проводим специальную серию подкастов С артистами, создателями Людьми, которые так или иначе имеют отношение к фильму Майор Гром, Чумной Доктор Который, как вы знаете, сейчас уже идет в кинотеатрах И, собственно, когда выйдет этот подкаст Вы уже будете все знать, вы уже сходите, вы уже посмотрите А мы уже знаем А мы уже знаем несколько лет, прости Что вы знаете? А что ты знаешь? Кто убил Кеннеди, мы знаем А у нас в гостях Сергей Горошко Великий Ужасный Разумовский, друзья Итак, Артем, кто этот парень? Классный парень, практически выпрыгнувший из студенческих пеленок Сразу на экраны большого кинематографа Я имел в виду, конечно, что тебе нужно сделать справку по персонажу Но и это подойдет Да Мы поговорили про пеленки Здорово! Я просто в пеленках остался в итоге Персонаж, которого играет Сережа Горошко, Сергей Разумовский Он появился, как это ни странно, в самом первом номере выпуска комикса Майор Гром номер один И он там был спиной нарисован И никто не знал, кто это такой И никто не знал, что это за личность Но на протяжении большого, просто огромного количества выпусков Его персонаж развивался Биография обрастала подробностями И в итоге я могу сказать, что Сергей Разумовский Это чуть ли не самый-самый популярный персонаж комиксов Бабл вообще в принципе Антагонист, я бы даже в принципе российских комиксов И Сереж, это очень круто, что именно тебе выпала честь Играть такого персонажа Потому что, как сказал Дима Чеботарев в нашем подкасте Что буквально Сергей Разумовский сбежал из комиксов в реальную жизнь Про меня? Да Но я ему заплатил Я ему переведу потом Чем? Кстати, о каком Разумовском мы говорим? А уже все знают, что за Разумовский? Нет, мы сейчас говорим про Сергея Разумовского Из фильма, образ Сергея Разумовского Из фильма Майор Гром Я просто думал про комикс Того, который ты играешь Нет, именно давай про Это тяжело Да, и тебе, прям я могу сказать Очень круто удалось воплотить этого персонажа в реальной жизни в кино Мое почтение Тем более, как мы уже говорили до этого Что это одна из твоих первых ролей в большом кино Ну, по сути, это, на самом деле, одна из таких серьезных Первая из одной из серьезных ролей Да, ну, там, типа, не третий солдат справа Но таких ролей у меня, в принципе А, нет, есть одна, да Но мы не будем об этом говорить Хорошо, да, не будем Окей, хорошо Вот, да, и поэтому Тем более, расскажи О, слушай, эгорошка Расскажи вообще, насколько это было волнительно Вот Ты имеешь в виду с самого начала процесса? Ну, да, да Слушай, ну мы же, по-моему, даже и вы говорили на каких-то стримах И я где-то говорил на каких-то стримах Как это все происходило На каких же стримах? На разных, нафиг Да, да, да Вот, и вы между собой У вас есть Вы говорили о том, что там Я, в общем, абсолютно случайно же попал, как бы, во всю эту историю Тоже мы это обсуждали, что я не должен был, в принципе, прийти на первые пробы Когда меня позвали Когда меня позвали, я не знал, что такое майор Гром Когда меня Я вообще даже не подозревал И, как бы, я согласился Я помню, что я, типа, решил, что надо пойти Потому что у меня был выбор, либо увидеть родственников, которых я не увижу Вообще, в принципе, никогда больше Да, ну А если бы это была правда, понимаешь? Да, это было Мне неловко было в тебе, потому что ты предпочел Нас Я решил точно согласиться Я помню, я был на Динамо, откуда-то я шел Когда услышал трек из короткометражки Вот этот Move Like a Devil Потом узнал, что мы сами его записали Я говорю, все Я говорю агенту, я иду, я туда пошел Только из-за музыки Ну, это было, это же пробы Я не знаю, что за майор Гром Какая-то бабл, что за бабл То есть я такой, шел с Динамо и думаю Да, белорусская, недалеко Одна станция Дойду Нет, там было же спустя пару дней Я, все, я такой пришел Что там произошло, вы знаете Мы никогда об этом никому не расскажем же Нет, почему? Сегодня прямо об этом расскажем У меня, кстати, есть такая идея Показать какие-то нарезки После выхода фильма Спроб, да Причем, ты не будешь Знаешь, вот чтобы было понятно Ты хочешь уничтожить Сергея навсегда? Чтобы было понятно Мне рассказали, когда я пришел на пробы Первое, что я там начал делать что-то пробовать И Артем пишет в общий чат испанский стыд Поэтому я прошу тебя Артем У нас был чат Я помню Я помню Значит, мы все сидим Ну, мы уже который раз сидим Я, кстати, не привык к таким вещам Я прихожу на пробы Ну, на тот момент Совсем не было почти никакого опыта Я прихожу кастинг-директор Ну, максимум партнер Я захожу Весь стол в людях Мужики сидят А Артем всегда в телефоне То есть я что-то представляю Мы работаем А он просто Ему пофигу, что я там делаю Вообще Ну, кроме того, что он писал испанский стыд Покерфейс Да, абсолютно вообще Я очень нервничал Особенно когда я узнал, что ты генпродюсер Вот И, короче, да Артем Ситвора играет в Хардстоун Мы все такие сидим У нас общий чатик И мы, собственно, сидим Для Сереги Это выглядит, как реально мужики сидят И играют в телефоны А он что-то там изображает Я не изображаю Проживаю Я живой Ну, мы сейчас расскажем, что именно в конце подкаста Ты проживал Поэтому Лучше бы ты проживал Прожил или проживал Расскажи, расскажи Да И у нас этот чат И Серега начинает исполнять Проживать Помимо того, что у него заиграла мелодия Это я сейчас отдельно расскажу Сейчас отдельно расскажешь про свою мелодию И мы в чат продюсеров И Артем просто буквально три минуты спустя Он говорит Испанский стыд На что я ему пишу Ну, погоди Ну, это он, наверное, так понял Да, да, да Сейчас Давай еще подождем Чуть-чуть попробовать Значит Серега заканчивает свое Виртуозное проживание Мы такие Да, слушай Можно на 95% меньше экспозиции Можно Вот Именно такой же миной Только меньше и другой Можно ли вот Сочи другое В общем, меня подкрутили На самом деле Вот по поводу волнения Из того, что именно испанский стыд Это и было Вот То есть Ты знаешь, слово волнение Вот оно есть Вот это было олицетворение Слово волнение Это было я Так ты же говорил, что ты ничего не знал Тебе было пофиг В смысле? Нет, ты что? Когда я Блин, я не могу Говорить А, понятно Вот В принципе Я Артем просто не помню Ну, не знаю Я пишу Подожди Нет, стой Это хороший Я помню, что он написал Я надо поднять этот чат Где-то найти Я помню, что это хороший парень У меня все равно Прямо его запомнили Нет, он не стерлся Он против меня топил А теперь признаю Нет, у меня память В смысле память в телефоне Новая Я помню, что на тот момент Когда ты уже фоткался Ну, то есть Вова тебя фотографирует Я помню, что он вообще Я говорю Слушай, что-то интересное есть Давайте 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 покрутим Покрутим дальше Потому что, ну, первое впечатление было Супер странное Да, ну, слушай Мне теперь хочется пересмотреть Я не помню, что там было Я тоже хочу Вот А плюс у Сереги Про телефон расскажи Да У меня была история Я пока шел, естественно Я настраивался И слушал Я вбивал у СТ Майор Гром Все треки Во-первых, мне они понравились очень Во-вторых, я понимал, что надо настраиваться И когда мы сидели Я пришел, сел Я положил телефон Я помню, сейчас на куртке лежал Я сижу Мы разговариваем с режиссером И тут, в общем, начинает на весь офис играть Мелодия Прям с припева Move like a devil И все такие У кого? Да Я понимаю, что у меня А у меня не лагал тел Это был лаг Я клянусь До сих пор Сейчас я готов вскрыть все карты Они те же самые То есть это был бубновый туз Он бубновый туз Это правда был лаг Заиграла песня И я понял, что все Особенно после испанского струда И мы такие Такой дешевый фокус Я экспрессивно что-то там делаю Артему, Роме в телефоне сидят Пофигу Я понимаю Но кажется, на этом моя история с этими людьми Заканчивается Вот Но потом меня позвали еще раз Что было удивлением Там мы тоже пробовали И в общем Я скажу Это первые единственные пробы Где мне хлопали У меня никогда в жизни больше такого не было Это когда с Димой Когда падали Стром Где я сделал фотографию Да-да-да Вот там Это первый раз в жизни Я еще Ну да, там все Я более того скажу Что мы там с тобой эту сцену Помнишь? Да Делали То есть я Сереге читал текст Серега показывал все Ну реально Играл прям на меня Я был Честно скажу У меня тоже был такой первый опыт Это было Ну как волна такая на тебя Как цунами То есть можно сказать Что твой первый опыт с мужчиной Был с Сережей Горошко Да Ну это было Это он и так знает Слушай, а ты что пригодяешь? Вот Короче Но на тот момент Когда заиграл эту музыку Мы такие думали Господи, какой дешевый трюк Варень пришел такой Типа Включу Она у меня на рингтоне стоит Эта музыка Мне вы так нравитесь Такое ощущение Как будто это был рингтон Да-да-да И Серега Но мы пишем такой Блин, ну что-то интересно Давай вот Есть Варианты, конечно, есть Но давай позовем Ну вот Интересно, интересно Так что да В общем-то это было Конечно, это было волнительно Волнительнее всего было Получить договор на почту Спустя полтора месяца Потому что Спустя Ну прошел месяц Я уже распрощался Со всей этой истории И, конечно Словил аплодисменты Ура, но, видимо Есть кто-то и получше меня Слушай, но я вот, кстати Не помню Мы делали какие-то выводы Или что Почему мы так Долго Договор Потом с договором Слушай, а мне кажется Мы просто У нас была такая история Что мы хотели Чуть ли не ансамбль Прям весь подписать Что-то У нас была такая штука Что мы хотели всех И разом закрепить Мне именно сказали Что меня утверждают Тем, что прислали договор на почту Я помню идею Просто мы грома не могли найти Да Не могли утвердить Дубина Пчелкину И если бы Как бы ты Не смотрелся рядом с Громом Ну, то есть Как бы там тоже Все это зависело То есть если бы Это по сравнению с Громом Выглядело Каким-нибудь громилой А у нас были такие варианты А вы мне говорили Да, что У нас были актеры Которые были Ниже тебя Ниже тебя Ниже нас И более хрупкие Да И ниже Пчелкиных И ниже Дубиных Как бы У нас был в какой-то момент Вариант реально Что Гром был такой Коренастый чувак Который Ну чё это Ну чё это Ну чё И Дубин Который Игорь, ну что ты Не надо меня бить Не, но в итоге Я превратился Все равно в щепку Как бы Да В итоге Когда в кадр Да, да, да Об этом сейчас поговорим Еще, конечно Как бы Да, ну в общем Короче, первое пищение Было прикольное Под конец Мы еще затронем Это Эти интересные Первые пробы Но послушай Чатик в WhatsApp И тогда тебя В принципе одобрил Так что Какой чатик в WhatsApp? Вот который Продюсерский был Первый раз Ну видимо Судя по всему Все было хорошо Артем просто выигрывал Хардстоун в этот момент Тоже было нормально И мы все хорошо сделали Тысяча совпадений Просто Артем выигрывал В Хардстоун Поэтому у меня есть роль Сергея Разумова Это не так редко происходит Закажи это фанатам Которые тебя там Просто втоптали меня в грязь Тебя даже Аксенова делает По-моему Это муж Любовы А, муж ее играет Да, конечно Может она сама Откуда ты знаешь Ну тогда Тогда мне не стыдно Проиграть такой шикарной девушке Вот именно так Я тоже общался с Артемом Чтобы роль получить Это правда Это правда Со мной он просто пошел пить Как бы тут Не надо было ничего контролировать А с Артемом, да Мы что-то сразу Про фильм начали Мы не проговорили Про Серегу Горошко Как про парня Ну тему раскрыли Хорошо Расскажи вообще Как ты пришел К тому, что ты пришел К нам на пробы Расскажи про свой Долгий тернистый путь Студенческий Свои годы Абсолютно недолгий На самом деле Наверное Ну в общем Я никогда актером Быть и не хотел В детстве У меня не было Никаких планов В плане связать Ну связать свою жизнь С актерским ремеслом Так получилось Что после девятого класса Абсолютно случает Абсолютно Благодаря Просто я встретил человека Которого После девятого класса Я хотел куда-то уйти Я закончил обычную 9 классов Общеобразовательную школу И мне надо было свалить И я случайно встретил А я во всех спектаклях В школе участвовал всегда Вообще во всех Во всем Просто чтобы не ходить на уроки Ну ты что Ты играл скорее Отелло Или дерево И так И так было Я помню свою шикарную роль Портнова Я есть Грут Или что Но при этом Портнова Но при этом я помню Как я играл Синюю бороду Слушай Но Дэниел Дэль Юис Тоже играл Портнова Так что знаешь Ну я играл такого Портнова Как бы весь этот спектакль В итоге вылился в то Что вышел мой одноклассник Мы минут 15 ржали Он просто меня увидел Начал петь Я начал петь Мы начали ржать И у нас в итоге Спектакль отменили Окей Вот и после 9-го Я встретил человека Которого я не улетел 5-6 И она говорит Слушай А сходи вот туда На Цветной бульвар В школу Я уже не помню Какая там номер Там есть актерский класс Я там училась Я думаю Ну пойду Ну вот я пошел Абсолютно неподготовленный С одним стихотворением Я вас любил Любовь еще быть может И меня взяли в эту школу Так наверное начался Именно путь становления Меня как артиста Но я проучился там полгода И ушел В частную И там в итоге закончил Но я знал Что я буду поступать В театральное Вот Поступал я 2 раза Ну это нормальная история Кто-то поступает По 6 раз Я в Москве был В 3 института пробовал Но потом я случайным образом Я музыкант И у нас были концерты И мы с группой После концерта Деньги спустили И укатили короче В Петербург Я не очень помню Как я проснулся В Петербурге Рок-н-рол Я весь в цепях Я потом В общем я приехал В цепях проснулся Это долго Но если вы готовы Я расскажу В цепях? Не в цепях В смысле Ну по этот А понятно Я просто думал Ты проснулся в цепях Без почки Я барабанщик Вот А палочки были Быстренько попал Они были в чехе Окей Они были надежными Это какой-то Видимо эфемизм Короче И вот этот первый год Я после концерта Мы потратили деньги Я укатил в Петербург Приехал туда Я не очень помню Как там и оказался Но я нашел А нет Это было Это было уже на следующий год В общем Так или иначе Я встретил своего друга Говорю Пойду поступлю Это был последний день Консультаций К Семену Яковлевичу Спиваку Последний день По-моему Как раз это был 7 июля На мой день рождения Я пришел к другу Говорю Мне надо пойти Попробуй поступить Дай мне что-нибудь И я был в каких-то Очень широких штанах На 3 размера больше туфли Кыргызская долма Я Неотражим Ужасного перепоя С дикого Пришел на это Перегарбал Конечно Я вообще не соображал Я вошел в последний день Хорошо, что именно таким Семену всем нравится Последнее прослушивание Отборочных То есть это вот последний раз Самый последний шанс Там либо ты идешь дальше Либо идешь домой И ну Я В общем так получилось Что я прошел Отборочный первый тур Кто знает Тот поймет Там просто Поступление состоит Из огромного количества туров Я прошел Отборочный первый тур За один день И в итоге Я не поехал в Москву Поступать дальше Но там просто Оно раньше начинается И поэтому там Как бы Я должен был ехать Документы выбирать Куда мне подавать Чтобы продолжать Я был на конкурсах Я остался в Питере Не поехал в Москву Слетел На последнем этапе И год ждал Потом Ну и тебя это настолько зацепило Что ты был готов Меня зацепило Не столько Наверное Актерское ремесло Потому что Я просто на какой-то Чуйки несся Я ничего не понимал Я не соображал Я два года поступал С одной и той же программой Никак ее не корректируя Вообще То есть я на второй год Просто вспомнил Что учил в прошлом году И пошел с этим поступать Вот так было Вот И Я не понимал Мне Я влюбился в Питер Я понял Что я буду учиться В Петербурге Именно в этом институте И мне было Абсолютно все равно У кого Если честно говорить Потому что даже Когда я поступал К Амину Михайловичу Фельштинскому На свой И к Сергею Дмитриевичу Черкасскому Там одновременно Они набирали Это параллельно У нас курсы Я не знал Ни одного Ни второго Ничего про них То есть Вообще Я только когда поступил Узнал Что у Амина Михайловича Приятный бонус Учился Константин Юрьевич Хабинский И ежи с ними Вот Вот так Наверное То есть На самом деле Случайность Сделала из меня Артиста Но я понял Что в итоге И упорство И труд Ну конечно Это все Это был кошмар Поступление В театральный институт Это самое чудесное Время в твоей жизни Потому что У меня было И учеба потом И что только не было И сейчас без учебы Короче верный выбор Это самое крутое время В моей жизни Эти три месяца Четыре Это было Это просто Это трехкомнатная квартира Вы Я впервые там без родителей Нормально живу У нас там три человека Три-четыре парня Мы Они в свои институты Я в свои В американской комедии Про подростков Вообще Это было так круто И в Питере В Питере Да И я один Я в другом городе Для меня это все Ну а это мало Кровь кипит От родителей подальше Надо что-то делать Срочно Вот Ну вот такая вот История Ты сейчас себя больше питерским Считаешь поэтому? Нет У меня слились два города Учитывая что я Месяц стабильно Раз девять езжу На Сапсане Туда-обратно В того Восемнадцать То у меня На самом деле Раньше Я как бы Я сбежал из Москвы В Питер Потому что обожал Питер И не терпеть не мог В Москву Даже когда я жил Я вот жил у себя Там на водном стадионе До девятого класса Я вообще не выбирался В центр Раза Наверное Три За всю жизнь Четыре И то на салюты С родителями Посмотреть Мне неинтересно Я не хотел Потом переехали В Долгопрудный Я опять же не ездил Почти в Москву Потому что Во-первых Далеко Ну кроме того Что учился На Стном бульваре Не пали Не пали Да неважно Какая разница Она сейчас По-другому называется Вот И в общем Вот И да А год Между тем Что я Слетел У спивака Василина Яковлевича И поступал К Веми Михайловичу Я занимался Всякой фигней Но в основном Это хоррор квесты Я избивал людей За деньги И кричал Ну вы знаете Мой крик Я не буду Давай Вот эта штука От которой Я все время прыгаю Сейчас Я сейчас Старый Кашляющий Грифон Тогда я Баткаралем Даже я у Сереги Уже научился Чуть-чуть вот это делать Но это Горта Эта штука Очень интересная Но я раньше Мог крутить Представляете Вот он подходит Ко мне вот так Вот на съемку И за спиной У меня вот так Зачем-то Зачем-то Непонятно зачем Это было так страшно Вы не представляете Каждый раз Я один Даже коробочку С едой выронил Причем обычно В темноте Это может быть То есть Подкрадывается И специально так делает Ну вот А представь Я из темноты Только в жутком костюме В жутком гриме В полной темноте С серпом бегаю Там ты не знаешь Где я Но ты меня только слышишь Еще звуковые эффекты Были какие-нибудь случаи Когда на тебя пытались Напасть Попадраться Когда работал В форре Нет А было один Один раз было Было меня В общем Нас пришли Варить клетку Но мы Они дополняли квест Я не буду говорить Не квест Ничего Чтобы не дай бог Не палить Там делали клетку В общем Сделали там решетку В общем Таких Семь кавказцев Здоровых мужиков Так Они Им дали бесплатную игру И они пришли И самый первый В общем скример Там такая история Что свет выключен Они стоят как бы в углу Это не ты вышел на охоту Они вышли на охоту Да Врубается свет Они видят Что на них бегу Свет вырубается Как бы Я должен исчезнуть Как бы Он вырубается Вырубается А меня уже нет И вот вырубается свет Они меня видят Я на них побежал Свет вырубился Я хочу убежать Меня хватают Они Скручивают Кладут Я Ничего не могу У меня руки свернуты Там просто в этом В динамик опера Отпустите его В итоге Меня они отпускают Я в темноте сваливаю А у меня Слава богу Были три моих коллеги У нас вечером Мы-то что-то праздновать Должны были И у нас было Две бензопилы Серп Я понимаю Я правильно понимаю Что вы отыгрались В итоге Да Они испугались Только когда Мы с бензопилами На них побежали И то они там Типа Бензопилы там настоящие Весняли защиту с шокеров Не бензопилы Конечно без Холостые Ну понятно Но они без цепи Они крутятся рабочие Но не без цепи Вот и шокеры И тогда да Тогда они начали На самом деле нет Все превратилось в вакханалию Никакого квеста уже не было Мы просто их гоняли По всей площадке Они бегали Четыре часа Знаешь И так где-то минут двадцать А ты не спрятался Потом типа Мы попытались Они в итоге прошли квест Все нормально Веселые Классные ребята Вот Потом они заварили клетку Намертво Ну я просто офигел Конечно Когда У нас было много Всяких случаев По-моему был случай Как тебя крутили мужики Да По-моему 9 мая В три часа ночи Последняя игра Самая последняя игра Можно в три часа ночи К нам пришло Четыре мужика Такие лет Под сорок-сорок пять Бухи Нельзя Да Пьяных пропускать на игру А мы Ну нам деньги нужны Они пришли И самый первый скример Когда просто там Ну неважно Самый первый Когда я даже не А просто Вот так делаю В общем один из них Обоссался Они ушли Без возврата денег Вот и такое было А ты видишь Что это было Тем что ты напугал А не просто Много-много пива выпил А не просто большим количеством Алкогольных напитков А может он просто решил Что так будет забавно Окей Окей Ну что ж Этот крик мне кстати Дорого обошелся Ну что ж Сергей Это действительно Биография Я скачу По темам Потому что я скачу По темам Вот Но еще я в Тинькове банке Работал Две недели И как Две недели Менеджером А? Нет я разносил Ну как Представитель банка Я разносил карточки Кредит Он сейчас там взял Крушту Представитель банка Не хотите ли вы взять Бессрочный кредит Слушай я вот Недавно оформил карточку Кстати в Тинькове Серебряную вот эту Ну нет Обычную самую Ребята Серебряную Нам платится интеграция Я сразу хочу спросить Нет Я просто хотел сказать Этимков Надо рекламировать Это на самом деле Такая неблагодарная работа У меня был Крайне тяжелый день Мне очень стыдно Перед этим человеком Он мне позвонил Что-то около Двух часов дня И говорит Здравствуйте Вы оформляли Я Буду скоро у вас Готов подъехать Я говорю Ну я не могу Я буду где-то Часов в шесть вечера Он говорит Хорошо Я тут на районе Как будете подъезжать Позвоните Я вам дам карту Короче Проходит время Уже семь вечера У меня еще дела Куча всего Он звонит Я говорю Извините Я задерживаюсь Я буду скорее всего Ближе к восьми Он говорит Хорошо Я на районе Да Да Короче И так проходит несколько раз Я приезжаю только в одиннадцать вечера И он бедный Все это время меня ждал Мне так было стыдно И неловко И я уже не мог Он доехал бы куда угодно Я скорее всего Другие заказы выполнил И ждал бы Все равно да Но я не мог уже отменить Потому что если бы я отменил на этом моменте Он вообще просто получается пустую Ждал бы И мне так было неловко И это такая вот тяжелая работа Изнуряющая Мне кажется Вот так вот Она психологически изнуряющая Да-да-да Там еще самое дурацкое Когда ты забываешь взять какую-то подпись Он уже ушел Ты уехал Ты едешь обратно Бежишь за ним Ну там Да Тяжелая штука Тяжелая работа Вот Ну и моя основная Там Я еще аниматором подрабатывал Основная анимация Я понял За время опыта Только за границей На курортах Потому что Все что там тебе надо делать Это играть со взрослыми В дарце Пляжный волейбол И у тебя All-inclusive бар И all-inclusive На все А так ты детей Распределяешь А в России Не знаешь как это Ты аниматор Да А скажи что-нибудь на аниматорском Наташа Ладно Вернемся К актерской карьере Наверное все-таки Серега Расскажи про свой театр Порекламируй Тем более он завязан на Питере Питер Это наша тема Активная Поэтому Я боюсь рассказывать про театр Потому что Наш режиссер Меня наверное убьет Ну в общем Что Да Театр Мы не успеем посвятить тебе фильм уже Фулкро Фулкро Театр Фулкро Моего Точка опоры Или Связующее звено Перевод Мы открыли этот театр С моими Однокурсниками Также вот с нашим режиссером Которая была у нас на курсе Даши Шамина Вот Мы открылись в октябре Благодаря Хорошим людям Наверное Да Вот В общем Ну мы Я на первом курсе еще Я ничего не понимаю Не в театре Ни в чем Наверное Сейчас не понимаю ничего Но я точно знал Что буду делать что-то свое Я был уверен Изначально У меня была какая-то концепция Я их расписывал Я рисовал У меня там пачки просто Этого своего театра Театр сон Я ходил У меня был товарищ Специально его звал Чтобы он со мной ходил А я вслух говорил Он только слушал Чтобы я разрабатывал Свою концепцию Конечно все это пошло В печь Потому что это бред Полнейший был Вот Но я знал Что что-то свое И вот Благодаря Я пытался нащупать идею Да Я 4 года И все впустую Идея нащупала сама себя Очень похоже на мою Но не моя Вот И В общем После выпуска Там произошло Там некие какие-то события Там Про них лучше меня рассказал И собственно Наш режиссер Там у себя в интервью В собаке Появился человек Который говорит Вы не хотите создать Что-то свое Это единственное Что он для нас К сожалению Сделал Вот Но если бы не Это вот его фраза Если бы не его толчок Ничего бы и не случилось Вот Поэтому Мы взяли Там Мы нашли средства Мы нашли помещение Мы нашли все И создали Вот свой Грубо говоря Отыграли 10 дней открытия У нас Прошло достаточно успешно Все в аншлагах было Вот Сейчас Благодаря Также Некому Хорошему стечению Обстоятельств Мы Наш самый Большой спектакль Наш класс Который у нас Золотой софит Мы за него получили Будучи студентами Перевезли к нам В пространство И в апреле Будем его Официально Уже В нашем Официальном Грубо говоря В нашем пространстве Его играть Вот Так что Если у вас Сейчас апрель Если у вас Сейчас апрель Ссылка в описании Я думаю Что вы Если будете Следить за моей Страницей Будете об этом Знать каждый день Как говорят Из каждого Утюга Будет про этот Наш класс Про наш класс С новости Вот Я наверное Не буду вдаваться В концепт То есть Грубо говоря Что именно То есть У нас есть Несколько форматов Вот То есть Наш класс Это большой Такой Это вот спектакль То есть Это сцена Это зритель Понятно Там есть некий Если не буду рассказывать Лучше придите Посмотрите Вот Есть формат Прогулок По Кастанеде То есть Это вот Несколько Какое-то количество Маршрутов по городу На каждом Некое количество Зрителей И актеров И зрители Вместе с актерами Через некий сюжет Больше Это похоже на Экскурсию Но Мне очень нравится Это именно идея Мне кажется Такого Вообще раньше Есть Есть Как минимум Камчатка Вот О ваших штуках Прямо Не очень трудозатратно И энергозатратно Это все Ужасно Твоя декорация Это город Ну то есть Энергозатратно Это ужасно Энергозатратно В плане Поиска И создания Придумки Если бы не наши Драматурги Мы бы Я не знаю Не ну подожди То есть Вы разом делаете Креатив Потом Питер Работает И на вас В том числе Да Это делается Это пять Маршрутов Одновременно Запускаются То есть Там на какие-то И почти Одновременно Должны закончиться То есть На какие-то Мы брали Маршрутные Такси Чтобы Зрители Туда заводили Они их Довозили До пространства И в итоге Финал Каждого Из маршрутов Ясность Старость Страх Сила Все Поплыл Люди гуляют По городу Ну вот С вами Это название Мое Выживете Сцены И в итоге Все это Заканчивается В пространстве Пять разных Финалов В итоге Зритель Как бы Грубо говоря Со всех Маршрутов В идеале Объединяется В одно Некое Целое И уходит Вот такая Вот история Это есть Очень интересно Используешь ли ты На маршруте Страх Собственно Свои навыки Страх Это Про другое Страх Это не в смысле Мне страшно Меня напугали Там страх Немножко Про другое Но опять же Я сейчас Если начну Удаваться Слушай Звучит очень круто Именно Из психологической Точки зрения Ну то есть Для человека Который Ну заинтересовываешь Ну и Кабаре У нас так же То есть Абсолютно Такая для зрителя Свободная история Когда там В Брехте Он вообще стоит То есть Он может пойти Взять себе пиво Прийти Ну там у нас Естественно Магазин Это очень важно Да То есть Это такой Немецкий Бар Тридцатых Годов То чем Собственно Брехт и занимался Кабаре немецкое А второй Кабаре Это Зощенко Это советский бар Это если очень квадратный Просто говорить Также абсолютно Свободная история Короче зови в бар В общем да Как только Опять вы все Приходите Прости пожалуйста Но есть грешок Приходите на Кабаре Мы с вами там Будем спокойно Разговаривать Приходите на прогулки Приходите на наш класс Ссылка в описании Ссылка в описании Ставьте лайк Нажимайте колокольчик По промокоду По промокоду Хдюш Или как Жьюш По промокоду Жьюш По промокоду Жьюш Вы получаете Пяти Хдюш Хдюш Как будто Капустой по лицу Дали Хдюш Да Да Вот Короче Серьез наш Какой-то звук Я слушаю У меня однажды Шрам У меня на фотке ВК Знаешь Как этот шрам Мне его нарисовали Веником Просто которым Человек кинул веник Я сидел Он кинул в него Стоял там Веник летел Я повернулся Так что Я что только не пробовал Еще у меня был шрам Банки Майонеза Самая тупая Способность Получить шрам Это веник Вообще часто В тебя люди кидают В вещи всякие Да Да У меня с детства Тебе не хотелось ни разу Давай поговорим Про твою роль В фильме Майор Громчевной доктор То есть Моя биография Больше нам не интересна Я думаю Мы уже Достаточно Мы можем Понять интересные темы Ты нарушал закон Когда-нибудь Да Так что там Майор Громчевной доктор Вообще Расскажи Вот когда Ты пришел на площадку Как ты Расскажи О своих эмоциях От первых съемочных дней Я хотел Патролист Сергей Расскажи Как ты впервые Пришел на Комикон И увидел Вот это много Ладно Наверное Это мои первые Сильные эмоции От проекта Это пропущенный Мною Комикон Из-за Одноразовой визы Потому что Я не сделал Это было максимально тупо Я позвонил За 7 часов до самолета Должен был из Польши Лететь на Комикон Потом обратно На спектакль И за 7 часов до самолета Я смотрю в паспорт И говорю Ребята Прикольно будет Если меня назад не пустят Я смотрю Один написано Не мульти А один И я понимаю Что все Я не полечу На одно из Очень важных Таких событий В жизни Да Это было очень обидно Да Сереги тогда не было Единственное Мне кажется Если бы Серега тогда был То мы бы вообще Просто всех разорвали На куски Не ну я думаю Димка справился Димка был сюрпризом хорошим Даже энергия Энергия Что может быть Вообще там Даже в принципе Энергия просто От фотографий Сереги Уже Да Была крутая кстати И все прям Ух Вот это последнее Было хорошее фото Не в образе Герна Зумовского С тех пор не было Ну специально долго Фотошопили Не переживай Шучу Шучу Да Ну в общем Многотысячная толпа Визжала Кричала Оно сразу Начали тебя искать Везде писать тебе О да Это был кошмар Я не знаю как Меня находили Сергей Я очень рад Мне писали Что вы Сергей Розумовский Вы там здорово Очень подходите Но почему вы сидите В группе Шкурнадзор И как бы А я не знаю У меня страница 15 лет Они как-то мне там Ты просто подписан Какие-то тупые паблики Был 100 лет назад Они остались Там и пропадик И вся какая-то ерунда Мне пришлось все Впервые в жизни Это все чистить И искать Потом я забил Насколько твоя жизнь Сильно изменилась Давай поговорим Ну еще до наверное Съемок И во время съемок И после съемок Теперь же к тебе Приковано Внимание людей Да слушай Я опять же Да Да как изменилась Охренеть она Как изменилась То есть действительно К моей персоне Стали проявлять Внимание Вот Я на самом деле Я не ожидал Просто я не думал Я знал что какая-то Некая фан-база есть То есть да Ну хотя к этому моменту Я уже много чего знал На самом деле Но я не ожидал Потому что резко И подписчики пошли И сообщения И куча приятных слов И рисунки Я тоже об этом говорил То есть я еще И что же ты не знаешь Как бы ты впервые столкнулся Тебя либо как бы Разбут Извините Либо тебя примут И меня приняли Вот просто И я там до сих пор Да То есть сейчас уже понятно Есть некий трейлер Хоть какое-то представление Что я там вообще делаю В этом фильме А там просто сразу Как говорил тоже Дима Кредит в кредит Все в кредит В кредит в кредит И конечно жизнь Она не то что поменялась То есть моя задача какая Моя задача дальше работать То есть пришли съемки Я должен максимально хорошо Такой кредит надо отдавать Да Я должен максимально Не важно Что как Где Я должен максимально хорошо Сделать свою работу То есть в принципе Ничего не изменилось Если бы меня не приняли Я бы все равно делал максимально Хорошо свою работу Вот Но это вдохновляло По-настоящему Поэтому наверное Это и помогало Во многом Потому что да Ты выходишь с площадки И помимо каких-то от родных И держись Я понимаю Тяжелые смены переработки. Тебе еще и наваливают рисунки про то, какой ты был классный, про то, что все получится, про то, что очень ждем. Это безумно вдохновляло, грубо говоря, силы не кончались вообще на протяжении всего. Мне кажется, всем людям, которые много фигарят, нужны такие вещи, просто чтобы поддерживался какой-то баланс вот этого энергии, что ты тратишь бесконечно, и той, которая тебя возобновляет. Сейчас, самое классное, ты вот сказал первое ощущение от съемок, я так охренел, потому что такой уровень, причем мы же говорили, там же как бы мастодонты просто кино российского работали у нас на всех категориях игру, то есть в общем, от мала до велика, все мастодонт по 15-10 лет. И как бы все признаются официально, ну это правда, что такой уровень, я с таким не сталкивался, то есть там вплоть от вагончика, до администрации, до того, как выглядят выборки, до того, как их вовремя присылают, грубо говоря, локаций, то есть все от маленьких деталей до... Я не помню одного косяка вообще со стороны, грубо говоря, вас там со своими. Ну мы помним, но мы предпочитаем о них не говорить. Ну вот ты считаешь, что они растворятся в лете. А ты мог мне вырезать жития его? Подыграй. Мы все молодцы. Нет, мы молодцы, да, конечно. Нет, это было... То есть я был шокирован абсолютно. Помимо нас, которые молодцы, всегда забывают об этих работниках закадрового фронта, потому что там огромное количество профессиональных людей невероятных. И когда вы будете смотреть фильм и когда пойдут титры, вы просто попытайтесь сосчитать, сколько людей работало над фильмом. Да, просто и почитайте, и мысленно скажите им большое спасибо, потому что в кадре вот Серега может быть один там, а за кадром таких людей 200, да, 500. И когда на третьей сотни вы забьетесь со счета, да, как бы, поэтому это очень тяжелый труд, и все эти люди работают для того, чтобы два часа вы просто развлекались и отдыхали. Но, Сереж, расскажи тогда, пожалуйста, как ты вообще подошел к роли Сергея Разумовского, какие приемы ты предпринимал для того, чтобы... Смотри, зная еще то, что персонаж в комиксе, ну, он достаточно эпатажный, такой, выдающийся... Так я вообще не ориентируюсь. Да, и ты, соответственно, совершенно создавал свой образ с нуля, при этом зная, что ждут от него одного, а ты должен... Задача была, чтобы сделать совершенно другое. Ну, задача была, мягко скажем так, и это пипезом, потому что это первое, ну, то есть именно в кино, и, понятно, в театре тоже были какие-то серьезные роли, тот же класс, но это вот прям серьезнейшая задача. У меня есть канон, и я не могу им воспользоваться. Ну, то есть я не могу им пользоваться, потому что мне нужно абсолютно как бы... У меня другая история, другой персонаж. В итоге у меня есть эта тетрадь, я тоже об этом говорил. То есть от рождения моего Разумовского в фильме, где я прорабатывал его родителей, я, по-моему, даже вот к Фобс ходил с тобой, разговаривал. Вот тебе писал. Мы много, да, обсуждали. Да, я, и как бы у меня от его рождения, детства, все, вплоть до событий фильма, сами события фильма, после событий фильма. Да, Серега написал. Уже придумал, как он старенький, знаешь, в доме для престарелых сидит. Я уже второй фильм написал. Серега написал трилогию, да, я думаю, до того, как мы задумались. Нет, действительно, мне пришлось абсолютно его с нуля создавать. Сергей Разумовский 40 лет спустя. Ну, основной прием, наверное, очень простой, не забывать потом, что все равно это я. Ну, типа, да, и другой человек, Сергей Разумовский, абсолютно. Но я это, ну, его я делаю. И от себя все равно никуда не денешься. Вот. Это, наверное, основной прием нашей, как бы, школы. То, что ты, всегда ты, нет смысла пытаться полностью перевоплотиться, потому что у тебя, ты не придумаешь лучше, чем у тебя уже заложено, грубо говоря, в генетическом коде. Вот. И ты просто добавляешь это сверху, как бы, и начинаешь лепить, облепляешь это мясом. Там уже потом идут нюансы школы. То есть там тело, не тело, дыхание, не дыхание. То есть, ну, вот основное, это не забывать о том, что все-таки это ты. Да, это другой человек. Но если, как бы, ты оставишь и себя и возьмешь от другого человека, это все равно другой человек. В любом случае. Логично. Вот. Да, вот такая логическая цепочка. Серега, молодец. Вот сейчас мы на этой же генерации ноте вот так сделаем. Артем, давай с нами. Ничего. Смотри, тут же еще такая вещь есть, что ты играешь очень закомплексованного, нервозного. Гика. Гика. Очень богатого, причем, который мало спит, которому всегда холодно. Он все время в свитерах каких-то ходит, еще все такое. То есть, как ты вот в это состояние входил? Тебе же пришлось очень сильно похудеть для роли. Ну, пришлось, да. А, но если ты про эти приемы, да, мне пришлось очень больше. Да, смотри, потому что, да, потому что я помню, когда я вошел в кадр на пробик грима летом, и там такой Чаполино в кадре, как сейчас. Вот почему-то странно, что ты гораздо стройнее в жизни, чем на камере. Да, это офигеть. Это реально у тебя эффект горошка. Это у всех. Нет, 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 правда не у всех. У тебя именно, вот у тебя в камере действительно смотрится лицо чуток шире, скажем так. Шаровасти немножко. Да, чем обычно. Да, я тогда увидел, я поставил себе цель, но опять же мы говорим про административную команду, то есть в этом случае в лице тебя. То есть я бы не похудел, если бы у меня, допустим, не было организовано вот это питание, да, которое, понятно, я его там не соблюдал, я его делал по-своему, там вместо шести коробочек я ел две. И еще вино. И вино белое. И бухло, да. Да, и я в итоге к моменту, самое приятное, что я услышал, к моменту одной из смен мне сказали, вот ты вот сейчас в идеальной форме. То есть вот в такой форме ты должен был быть. Класс. Вот, поэтому да, то есть если с актерской точки зрения, я просто опять же, я не хочу сейчас в это все углубляться, потому что это целая, это наука, ну для меня, да, для меня это наука, то есть каждый по-своему, кто-то не напрягается, кто-то напрягается, для меня это конкретно наука. Просто основное, не забывать про себя, и если ты решил похудеть, худей. Ну что, тогда может перейдем к всех интересующей части подкаста обсуждения со спойлерами? Пора, наверное, да? Нет, подождите, как вы считаете? Фулкра, апрель, значит, даты будут известны. Мне просто кажется, что я так мало сказал про Фулкра. Это твоя жизнь, это твой основной проект, свой именно. Поэтому в апреле Серега, который ни разу не позвал меня в свой спектакль, я позвал тебя в свой спектакль. Никогда не было такого, нет, неправда, нет, неправда, ты не засунул связь. Вот, в общем, свои сероскотские проблемы. Вот, но скорее мы действительно сейчас будем начинать нашу часть со спойлерами, поэтому, если вы не хотите проспойлиться, если вы еще не смотрели фильм «Майор Гром, Чумной доктор», пожалуйста, сбегите от экранов, выключите, и все у вас будет хорошо. Скорее бегите лучше в кино прямо сейчас. Скорее всего они посмотрят. А потом сюда возвращайтесь, досмотрите, и сейчас наши живые эмоции польются просто фонтаном с экрана. Это правда очень важно. Сначала фильм, потом вторая часть. Потом вот это вот. Давайте. Ребята, если вы не переключились, то сейчас мы начали открыто спойлерить фильм «Майор Гром, Чумной доктор», фильм с которым, с правдой, о котором мы живем уже несколько лет, и надеюсь, вы теперь же все посмотрели его в кинотеатрах и можете оценить нашу задумку с самого начала. И наконец-то мы можем дать Сергею Горошко произнести эти три заветных слова. Кого я играю в фильме «Майор Гром, Чумной доктор»? Чумного доктора! На! Да, это было круто. У-у-у! Это было круто. А Сергей Розумовский большая роль? Да! Давай-давай, продолжай, продолжай, продолжай. Все, что хотел сказать, эти несколько лет. Я, знаешь, не хочу портить отношения. сейчас пойдут фамилии, адреса. Да, в общем, господа, понятно, что, опять же, я как думал, процитирую свою историю с Чумной доктором не я, Чумной доктором я. Да, я, Чумной доктор, это я под маской там. Я! И в костюме он! И в костюме я! И везде он! Не все время! Не все время! И с огнеметом дрался с Тихоном тоже. Тоже он! И дрался, Серега! И все! Все, все, ура, все, правда, вылезло наружу! Я очень надеюсь, что когда у меня подкаст, все же вы это увидят, мне не будет за себя стыдно. Поздновато для этого, но давайте продолжим. Я могу сказать, что ты очень круто справился с ролью, с ролью раздвоения личности. Это изначально было супер-челлендж, ну просто как бы изначально. Собственно, испанский стыд, можно, кстати, тебе рассказать, что за испанский стыд. Наконец, давай расскажем, что за испанский стыд. Короче, была проба, где как раз сцена, где Разумовский и Чумной Доктор, Разумовский, вдвоем, друг с другом. Я вспомнил! Я все вспомнил! Ты реально только сейчас вспомнил! Я не понял, в чем там дело. А смысл был в том, что Серега решил играть сразу две роли. Одновременно. Да. Одновременно. И, короче, Серега дал Голума. Обычно мы читали по ролям, то есть кто-то Разумовский, а кто-то птица. А тут Серега решил сразу все сыграть. И это было так странно. Да, поэтому выглядело это, я не буду показывать. Я показывал. Не, ну там была серия «Ты, я рисовал тебя в тетрадках». Я тебя порву, тварь! То есть вот примерно так. Это было просто максимально странно. Это было супер крипово, потому что это вот с одной стороны было вот это, и это хоббитцы, и это хоббитцы. Реально, Энди Сёркин отдыхает просто. Да, и мы такие, а мы парню не сказали. Слушайте, а мы еще ни с кем так не делали. У него с кукуха, по-моему, проблемы. Вызывайте скорую. А что делать? Он почему? Да, и, кстати, Рома, вот то, что опять же говорил, где он читал мне, как раз это был второй день проб, когда он был. Когда я у... Еще же Разумовский «Я птица», потом «Я птица», он «Разумовский». Да, соответственно, то есть две роли мы отрабатывали, и в итоге Серега обе сделал так, что просто вах. Надеюсь, вы все посмотрели. Кстати, вот это бы я посмотрел. Второй день. Смотри, вот сцены, когда ты разговариваешь сам с собой, и я помню, что у нас был всего один день на это. Два дня мы снимали. Два дня мы снимали. Мы должны были сначала за один день снять, мы не сняли, снимали два дня. Да, у нас было... И два дня с переработкой. У нас был один день, и мы понимаем, что мы... К концу смены мы только половину прошли, и нам еще вторую половину надо, но в итоге все так классно сложилось. Где Сергей Розумовский осознает, собственно, свое положение в жизни. Мы все это разыгрывали с дублером. С двумя. С Микки, и со вторым, я не помню. У меня чуть кукуха не поехала, потому что везде я ходил, абсолютно одинаковые парики, я разговариваю сам с собой, но на самом деле у нас задержки были из-за этой вот функции, когда типа я сижу, и сзади еще я. И то есть там надо стоять, играть, и при этом не шевелиться. То есть вот у нас из-за этого, из-за этой как бы технологии, грубо говоря, сложнейший. Это сложнейшее, я думаю, на очень долгое время вперед будет моя актерская смена в принципе и в театре, и в кино. Сереж, ты чумной доктор? Да, я чумной доктор. Я чумной, я в названии фильма. Он название фильма, а у него же даже об этом никому сказали. Вот, вот, видишь, вот, это я. Чумной доктор, да, это он, это он. Это не волк, это я. Да, доказал всем, кто батька. Не факт, посмотрим. И во всех сценах, где чумной доктор под маской, это тоже ты. Это тоже Сережа, да. И был на самом деле такой нехилый баттл насчет того, кто должен играть персонажа под маской. Дополнительные пробы были у меня. Дима Чеботарев или ты? Потому что, вот, мы тоже метались между двумя вариантами. Но потом, конечно же, решили, что пластика, мимика, все вот это, оно должно сохраняться. Ну, мимика, ладно, под маской мимики-то не видно. Я к тому, что я помню, у меня были отдельные пробы. Я выпросил у Олега, это уже был Олег, я выпросил у Олега, дай мне, докажу тебе, я доказывал, что под маской должен быть я. Для меня это было как важно. Именно с актерской точки зрения. Ну и вот, слава богу, все сложилось. И еще классный момент, который, наверное, понравится и фанатам, линзы. У второй личности Чумного доктора и Серега носил их под маской. Всегда. Я под маской, ну, типа, да, мне говорили, зачем. Ну, ладно, я не хочу хвастаться, и, соответственно, линзы, то есть второй личности Чумного доктора всегда под маской с клювом. То есть, это максимальное погружение, максимальное соответствие. Короче, это просто круто звучит, поэтому не выпендривай сейчас, но сиди тут такой, ой-ой, нет, Я просто хочу сказать, что линзы это ад. Для меня, вот самое мучительное, две вещи у меня было, это костюм, невыносимое, особенно, когда мы снимали на натуре, типа, когда гречки нас сжигали, когда мороз, у тебя 8-миллиметровая резина, ты весь внутри потеешь, а здесь нет рукава, здесь мерзнет, и ты мерзнешь, и потеешь одновременно, и все так противно, и ты не можешь шевелиться, и если ты согреешься, не дай бог ты согреешься, если ты замерз, все, там вот, начинается, там есть кадр, когда я вставляю, как бы, капсулу в этот, вот вроде, какая-то секундная хрень, у меня закоченели руки, эти капсулы ели, вставлялись, 50 дублей, они падали, они не попадали в затвор, это было, короче, костюм, мы же были все тогда, мы там, да, все были, это были последние, предпоследние питерские смены, это вот на этом мы завершали питерский блок, ну, а я же под конец блока, по сути, появился, как раз свалка, собственно, моя первая смена, где и было, день рождения, уже же вышла, наверное, история про день рождения, которая мне помогала, не есть эти острые крылья, да нет, все равно пришлось, вот, а вторая, это линзы, потому что линзы, поначалу на меня надевало 3 человека, минут по 30, я не мог себе, потому что синие, еще ничего, Грузумовского, они тоненькие, а желтые, они жирные, и ты их надеваешь, глаза горят, их не открыть, они чешутся, там внутри где-то, для меня такой ад был, реально, у меня глаза не позволяли, там реально по 23, Игорь, если ты это видишь, и весь наш гримцер, Игорь Бойко, Игорь Бойко, простите меня за эти линзы, и за все эти мучения, которые вы со мной претерпели, мы, кстати, сделаем обязательно специальный выпуск, в чуретке, посвященный тому, как мы создавали образы персонажей, ну, грим, все вот это вот, грим, костюм, да даже футболка и комикс, там куча всего, элементов, и халат, который Серега хочет украсть, за, мне очень нравилось пальто, простите, оно до сих пор мне очень нравится, даже несмотря на эти гениальные костюмы, это референс, старая версия нашего пальто, было красивое пальто, даже не столь, наверное, для Разумовского, сколько просто мне нравилось пальто. расскажи вообще, каково это играть первого суперзлодея в вселенной комиксов? Я не первый. Ну, а кто первый? Ну, а как же этот накачанный электроник? А, с лицом младенца? Он первый. Давайте сочтем, что он точно не супер. И я не злодей, начнем с этим. Хорошо. Он не очень супер вышел. Каково играть второго? Я не злодей. Антигероя. Ну, я даже не... Почему? Я ведь не сильно-то противопоставляю свои идеи грома. Ну, это вижеланты я такой, знаешь, я бы сказал. Ну, да. Это даже не столько антигероя, потому что я лично... Ну, то есть, я не то, чтобы на стороне чемного доктора, хотя я о чем-то... Ой, доктор, как приятно это говорить, господи. Хранить эту тайну нельзя. Даже вот ни секунды... И тут натиг. В тайне была половина задумки, на самом деле. Линчеватель, да, по-русски, что... Вижеланта, да, это мститель. Я еще мститель в маске, да. Да, но к тому, что я... Да, я мститель, но как бы мститель... И мститель не исключает же понятие антагонист. Я могу быть мститель-антагонист, но мне кажется, я не антагонист. Потому что единственное, в чем мы не сходимся с Игорем, в том, что людей убивать нельзя. Но идея-то одинаковая. Яразумовского, который в образе птицы, что он реально убивает не просто, чтобы убить, или чтобы там что... Он убивает ради высшей цели. Конечно. Ради того, чтобы... У него есть четкая достаточно мотивация. Слушай, в конце все равно вскрывается, что как бы у него есть четкая цель, но это... Как бы это немножко идея Гитлера, и, конечно, это как бы кажется неправильным. Мы через это проходили. То, что сейчас придет армия, всех вырежет и ля-ля-ля. Только плохих. Да? Только плохих. Ну, слушай, прости, а он тоже считал, что вот плохие. Понимаешь? Кто плохие? В тот момент, когда ты начинаешь решать, кто плохие, кто хорошие, ты становишься плохим. Сегодня у Богомола вышла статья про это. Он прямо один в один сравнивает новую этику вот этих всех социальных повесточек и Гитлера. Вот прямо один в один. Он говорит, что на тот момент, когда вы решили, что ваше добро — это добро, и вы всеми силами начинаете затыкать всем глотки, вы уподобляетесь Гитлеру. Да, абсолютно. Вот на самом деле немножко Разумовский в этом и есть. Ну, опять же, это можно еще сказать благими намерениями, дорога в ад, вымощенный. Да, много, много. Но я не считаю, что он антагонист. То есть, он больше тогда получается злодей, чем антагонист. Потому что идеи схожи, просто то, что убивать нельзя, в его понятии можно. И это единственный выход, но будем честны, это единственное, что сработало, даже если комикс дальше почитать. Коррупция осталась, какая осталась, если бы Чумной сделал свое дело. Там есть какой-то хэштег в Твиттере «Разумовский был прав», где люди одобряют действия Разумовского. Ты бы не одобрил такого. Вот, вот, вот. Вы чувствуете? Вот. Вот почему я люблю эту роль. Вот именно процесс, который сейчас был. Обсуждение. Невозможно сказать так и однозначно. В Грома возможно. Мы очень надеемся, что люди, которые посмотрят фильм, они реально будут обсуждать. Надеюсь, они это считают. Знаю, что есть несколько правд и как бы один прав или другой прав. Мы надеемся. Причем есть, нет, есть несколько правд в смысле три. То есть Разумовский, Разумовский и Гром. Потому что Разумовский добрый, ну, Разумовский, собственно говоря, не птица. У него тоже отличаются идеи от Громовских. У Разумовского в ЧД, и у них вот... Разумовский обычный, он просто идеалист такой, который знаешь, который... Ну, слушай, он идеалист, но он не идеалист, это же работает. Если бы это не работало, тогда бы он был идеалист. Ну, не идеалист. Ну, оно работает, но не может работать на всех уровнях. Именно поэтому и появляется. Как все круто продумано, да? Кто же писал этот сценарий? А кто додумывал этот актер? Да, додумал, додумал. Все, да. Были классные читки, на которых мы это прям проминали. Все, короче, ладно, все друг друга похвалили. Давайте поговорим про... Давайте поговорим про такую вещь, когда тебя случайно спалили на фотографии в костюме. Как ты отреагировал на этот момент? Это, блин... Как я отреагировал на этот момент? Да. Прости. Я думал, мне все, мне конец, потому что... Может, у меня... Может, есть у меня эта фотка? Меня что, взломали? А если меня взломали? Там это очень дорого стоит. Вот. В итоге потом что-то я поднял панику. Вы подняли панику. Никто не может понять. Причем вы даже не можете понять, кто мог, кто-то из массовки, ну, слишком качественная фотография. Вот. В итоге выяснилось, да, что... Ну, слушай, я был на такой панике. Я, на самом деле, все время был на панике. Все время съемок. Ты, чтобы ты понимал, когда меня покрасили в рыжий, я не выкладывал селфи. Я их выложил, где вот я рыжий, только спустя, когда меня анонсировали. Потому что настолько у меня была вот эта паника, страха о том, что... Ну, были моменты, когда реально... Хотя у меня было 200 подписчиков, и всем было... Мы по лезвию ходили несколько раз, потому что такой... Сережа, как вы готовились к роли Сергея Разумовского. Я изучал психически... Я в смысле... Вот я, да. Чтобы вы понимали, в чем сложность, мне нельзя было перепутать социопат и социофоб. Сразу раскидают. Он чемной. Понимаешь? Слушай, была очень смешная история, когда у тебя брали интервью с сайта kgonline.ru. Кто? Киноганму. Да. И тебя спрашивают, первый же вопрос... Расскажите, расскажите, каково это было носить костюм Чумного доктора? И ты такой... Я не знаю. Просто такой ответ максимально тупой, знаешь, типа... Я не носил его целиком. Я не в полном амбуде... А я же... Я просто чего первое подумал, они видели фотку. Если я скажу, что я не носил, это... Я носил не в полный, там мы угорали. Да, это максимально нелепо. Я всегда хотел говорить, что Чумной доктор это прокопенко. Вот это было бы максимально круто, конечно. У нас была такая версия. Да, там представляешь, снимает игру Маску, а там прокопенко говорит, Фёдор Иванович, это вы? Ну зачем? А что, Игорёк, ты думал, как мне раскрывать преступления, если этих преступлений в городе-то и нету? И он работает на самом себе. Не, у нас было же... Мы же хотели изначально сделать сцену, где Игорь снимает Маску с Чумного доктора, там Пчёлкина, Дубин, Прокопенко, знаешь, все просто... Да, и Дубин такой, я просто хотел, чтобы ты обратил на меня внимание, Игорь. Да, много вариантов было. Вот, раз мы к Грому перешли, блин, с Тихоном классно, офигенный тандем в итоге. У вас очень классная сцена, когда он приходит к тебе разоблачать, и вы так классно играете. Да и до этого, когда он приходит в офис к Сергею, потом он приходит к Сергею уже на правде. С Тихоном в этом смысле, то есть мы знали, когда можно поржать, например, сцена, когда он приходит ко мне в первый раз, что-то там про автоматы говорит эти, а что, мы там чуть не у это, ну там, поржать невозможно было, перестать. То есть при этом следующая сцена у меня была после этой, где у меня истерика с Волковым. Ага, где-то на коленях стоишь. И вот после почти полную смену, причем, когда у меня была истерика, я сразу обсудил с Олегом, Олег, говорю, максимум три кадра и по два дубля на кадр, иначе будет фальшиво. Вот, и мне там пришлось перестраиваться после вот этой смешной истории. Вот, и ближе к концу я так начал. Ну, короче, мы с Тихоном сошлись именно в том смысле, что мы понимали, когда можно, когда что нельзя, то есть там ни разу, по-моему, мы друг друга не покалечили ничего, хотя на самом деле, действительно, когда Тихо проводят, я же понимаю, что на мне ответственность. Я ему его бью, он должен поймать, должен загореться огонь, пройти у него, у него усы, не дай бог, сгорят, принести вот здесь, потом, и все это в динамике. Я до сих пор не очень понимаю, как я это сделал, ну, в смысле, мы ни разу... Один раз, один раз, один раз, вы знаете, этот дубль, когда, это когда Игорь меня, не, он меня там душит, я кричу, типа, хорошая попытка, он еще сильнее, как бы, марго видео, и я обычно стоял, ну, как-то, да, подворовывались, а в этот раз я забыл, а я никогда не останавливаю дубль, ни за что, и он начинает, по-настоящему душить, и у меня там видно, что, у меня там чуть не это, мне чуть не стошнило, я говорю, официальная папка, и он меня вдавливает, я просто на всю площадку, в тишине, марго, какой-то такой звук, вся площадка посыпалась, то есть, это единственное, ну, еще у меня были травмы, еще ты прыгнул, да, неудачно, два раза, второй раз, первый раз, когда я отпрыгивал, когда взрыв, я приземлился на голову, вместо мата, в другую сторону, а второй раз, когда с гидрантом, его сделали посильнее, меня стал бить гидрант, а я обычно раньше отпрыгивал, а в этот раз струя была сильнее, из-за того, что я отпрыгнул, я еще пролетел, чуть дальше мата, и я еще, когда падал, вот так этим гидрантом по лицу, и я еще вот так вот, там, слушай, ну, мы, по-моему, этот дубль взяли, да, вы его взяли, это классный дубль, но там потом то, что происходило с Микки, там, слушай, ну, мы все, на самом деле, вот последние смены, когда мы снимали финальную биту, мы были в таком диком угаре, и одновременно кураж поймали, просто нереально, то есть, да, на кураже хима, да, мы реально просто, это мы понимали, что мы делаем что-то нереально крутое, финальная битва, супергерои, суперзлодеи, это статусная штука, да, у нас там просто, так, этот костюм, все, меняем, то, все, погнали, и мы все сняли, что мы хотели, вот реально все, мы сняли все, что мы хотели, по-моему, там даже больше, да, в итоге, чем в том, что использовали. там один момент на досъеме у нас был, со стеклышками, когда валялся. Да, просто там был момент, что Олег почему-то не посчитал нужным снимать Тихона на эту точку, как получилось, вот как мы там висим. Очень, очень зрелищно, там все на графике так красиво сделали, все очень эпично. Блин, ну, конечно, просто о Чумном Докторе можно говорить и говорить, то, что он ужасно, я все время говорю, обо всем можно говорить и говорить, но я не буду. Вот, ну, понятно, что формат, я просто, если дам себе волю, я стараюсь себя держать, как бы, в каких-то неких рамках, вот, Чумной Доктор, это абсолютно неоднозначный, это абсолютно тема для дискуссий, он сам. Понятно, что мне будет пофигу, я сделаю как мне надо. То есть, мне очень нравилось это, кстати, на площадке, на нашей, именно структура работы, то есть, не серии, мы стоидим и спорим, что правда, а что нет, такое тоже было, то есть, предлагаешь, докажи. Я пробовал, доказывал, оставляли, доказывал, убирали. То есть, вот такая. Я помню, как слушали очень много всяких текстов, диалогов. Перед каждой сменой мы втроем или четвером, ну, то есть, либо Олег, Артем, я, и тогда еще Рома, когда мог приезжать, и мы прямо перед каждой сменой брали выборку и делали текст прям, ну, мы человеческим. писали мы больше, чем... Если бы это все мы наговорили, фильм бы был не 2.05, а 2.55. Не, ну, плюс там были прям... Там много пафоса было. Ну, типа, люди, вот они так в жизни, они так не разговаривали. Немножко комикс был. Но он и остался, он никуда не делся. То есть, думаю, вы нам не дадите соврать. То есть, как бы это... Чувствуется жанровость такая. Да, жанровость осталась, но при этом Готэм тоже присутствует. Серег, если чем... Ты чумной доктор, Серег. Это классно. Да, и мы тебя нафоткали и для постеров, и... Ну, я помню, Никто этого не знает, это же так круто, на какой-то момент так долго это скрывать, это реально... Была же теория, что на самом деле, мне рассказывали недавно, я не помню кто, мне... Такая смешная история была, я с кем-то... Общался с какой-то девушкой из киноиндустрии, и она не знала, кто я такой. И она говорит, а что, ты что-то знаешь что-нибудь про Майор Громчинный доктор? Я говорю, ну, да, слышал что-то. Она говорит, прикинь, там, короче, почему Майор... Чумной доктор, короче, они вообще нового абсолютно актера снимали, и они до последнего не покажут, кто это. То есть, там уже какая-то сходит в индустрии такая байка, что это абсолютно... Я тоже слышал... Чумной доктор, это Панин. Я тоже слышал такое, причем люди именно считают, причем, а многие считают, что это известный актер, то есть, что мы до последнего, это какой-то чувак, которого мы просто не светим, есть каст, есть мужик, который, да, Саша Петров, все еще ждет. Вот, они все еще ждут, когда мы сделаем из них чумных докторов, просто. Там на самом деле две версии, что это либо Волков, либо... Поначалу люди не верили, вот, поначалу люди не верили, говорят, а зачем тогда, мне больше всего нравилось, если он не чумной доктор, если Розумовский, нафиг он тогда в истории там нужен? Вот, но, конечно, я не знаю, когда мы выложили фотографию финальную со съемок, и я там избитый в штанах чумного доктора, это, конечно... Ну, оно не видно вообще, оно не читалось, но... Штаны там, там штаны, я не знаю. Нет, у меня там штаны чумного, там палятся сапоги, но там такое количество фотки, что там нихера нет. Но вы запалили же все равно в интервью Волкова, помнишь? мы, короче, делали многоходовочку. После этого мы уже стали писать, что это было. Многоходовочка. Специально. Там много всяких идей было. Короче, мы пытались сбить вас со следа. Как могли, друзья, простите. Или нам удалось. Удалось, не удалось вам решать. Главное, что вы ощутили при просмотре фильма. Я очень извиняюсь, я, конечно, с удовольствием, ну, круто, крутая идея, да, превращается в меня. Все такие, а мы-то думали, кто же... Мы-то думали, что там Панин. Мы-то думали, что там Панин. Ну, слушай, на самом деле, мне не очень, если честно, понравилось столько времени держать это в секрете. Я не знаю, как в Марвеле это все держат в гораздо большем количестве времени. Слушай, ну... Это очень тяжело. Это очень тяжело. Я даже не уверен, на самом деле, что у каком-нибудь Марвеле есть такая штука, что они скрывают именно лицо одного из основных персонажей. Понимаешь? Они какие-то фишки делают внутри себя. Ну, то есть, у них был мандарин, у них четко был этот мандарин в «Железном человеке», да, там был этот Бэбб Кингсли, который он был... Ну, это был нюн, а просто был другой мужик. Но это все равно было лицо, которое было, а у нас персонаж в маске. Я не могу даже вспомнить вот такого фильма, который скрывал именно персонажа в маске все время, и такие, а кто такой Бэтмен, например, все это время. Я помню, как я сильно переживал во время последних смен в декабре, когда мы снимали вот эти финальные драки, и Сережа выходил в костюме курить на улице. Я такой, блядь, не дай бог, сейчас кто-то увидит и сфоткает. Я помню. У нас было, у нас во время Гречкина, когда ходили туристы, какие-то подходят просто так со стороны. Это какой? Е-Елагин. Елагинский, да, остров. Вот. И там подходят просто люди какие-то со стороны. Ой, что-то горит. А Серега там ходит такой, рассекает. Это когда, помните смену, когда Тихон каскадеру нос сломал. А я там, я выбрал себе смену и целый день... Это как раз именно там, где тебя сфоткали. Причем даже не смена, чем у доктора была. Да, я просто привыкал к костюму, смену, ходил в костюме. Я, короче, стою, причем мне так жалко было ребят, которые за костюм отвечали, потому что они просто сидели, чтобы я целый день ходил, ел, спал, лежал в нем. Я стою, как-то газель приезжает от Татарзавод и говорит, эй, терминатор, робокоп, ты ж кто? Что-то начинает оттуда какую-то херню нести. Вот. Я тогда тоже, ну, прям, блин, на самом деле, столько паники из-за этого всего было. Я вот сейчас, вот сейчас, в последнее время, я смирился, типа, я просто знаю, что никто уже ничего не узнает. Никак. То есть, потому что поначалу были там утечки новые, там... Очень много разных теорий просто. Создавалось тут. И пусть теории останутся. Это, мне кажется, очень классная идея. Пусть люди скажут, когда все узнают, что я чумный доктор, все-таки давлять ладо. А мы-то думали, кто же это может быть? Как бы мы так неожиданно, что вы их сделали, как в комиксе. Вот. Извините, если кого-то это вдруг обидело, если это вдруг кого-то обидело, да, что там такая вот, ну, мне, лично я был изначально... Лично ему понравилось все. Лично я был всеми руками за. Хотя я, сколько я потерял, грубо говоря, держа сам это в тайне. То есть, я на самом деле там... Ну, надеемся, что это все воздастся тебе столицей. Да, я думаю, нам всем это воздастся за все эти мучения, которые, собственно... Ну, ладно, с моей стороны, что мучение, просто молчи. Это порой сложнее всего. Молчение. Мои молчения, меня, да. Ну, вот, это на первый раз с момента, ну, не считая уже каких-то между... Между собой. Между собой, да. Я первый раз с момента утверждения на роль, то есть, феврале 19... Нет. 19-го? Или 18-го? Нет. 19-го. Сейчас какой? 21-й? 20-й снимали, мы в 19-й. В феврале 19-го года я первый раз с марта 2019-го года я первый раз заявляю официально, что я чумной доктор, и меня за это никто не штрафует. Да. У нас очень жесткий был договор со всей съемочной группой. Да. Вообще дыч. Ну, я тоже боялся, я тоже выходил курить. Я уже, когда просто уставал, мне было все равно, что вы мне скажете. Дайте мне просто этот черный мешок снимать, а костюм... Потому что костюм снимать, надевать... Снимать, надевать, чтобы курить, это 20-30 минут. Проще бросить, наверное. 20-30 минут. И как бы это настолько максимально неприятный процесс, потому что он весь мокрый, мокрый, холодный, фу. Вот. То есть я как бы вспоминаю с восторгом, что костюм крутой, и с ужасом. Но самое крутое было из огнемета стрелять, конечно. Из настоящего. Да. Причем ты же еще говорил, что я хочу стрелять из огнемета. Я хочу делать треки. Мне дали пострелять. Да, да, да. Мне дали пострелять. На драки, на финальные, по-моему. А, да. Мне дали первый раз пострелять, когда драка начиналась. Вот. Ну да, трюки, пострелять, все хотелось сделать. Конечно. Слушай, первый раз такая красотища. Блин, самим не верится на самом деле, что мы все это сделали, честно, и все это реально... Еще и в кино показывают. Большая вангура. Безумная штука. Да, безумная штука. Реально создали суперзлодея и выпустили его вот так вот настоящего. Ладно. Чувак в маске с огнеметами. Камон, это огнеметы, пусть будет суперзлодей немножко. Это Сергей Разумовский. Да. Это Сергей Горошко. Кстати, почему Газпром на пост речку нового доктора у нас еще не было готова башня вместе. А, я понял. Поэтому мы взяли самое модное похожее созристочение зла, которое мы могли найти. Самое модерновое здание, которое есть в Санкт-Петербурге. Это вахта. Конечно. А, кстати, еще один факт. Мы сейчас все уже не вспомним. Вот, я думаю, что мы сейчас все не вспомним. Но первое время, особенно первую смену на свалке, когда сжигали семью Грильченко, я ничего не видел. Я не видел, куда я иду. Вообще. Я не знаю, почему. Видимо, из-за каких-то погодных условий я не видел ничего абсолютно. А еще линзы. Я ничего не вижу еще из-за линз. То есть, я вслепую ходил всю смену. Потом как-то более-менее распривыкся, стало нормально. Но вот первую смену по свалке я ходил вслепую. вообще. Я хотел еще рассказать про такую вещь, которую наверняка никто не заметит, но мне очень приятно, что она есть в фильме. Так. Это пять ступеней, пять стадий принятия Чумного доктора. А, да. Что-то было... Да, да. Мы придумали с Олегом... Хорошая масляда. Да, мы придумали с Олегом такую фишку буквально прямо вот на площадке во время съемки свалки, что каждая из жертв, с которой встречается Чумный доктор, это одно из лицетворений пяти ступеней принятия. То есть, когда Чумный доктор сжигает Гречкина, Гречкин все отрицает. Вторая, это Исаева, она злится, у нее гнев. Третья, это Зильченко, он пытается договориться. Это торг, да. Да, потом, когда ты плачешь, рыдаешь перед Олегом, это у тебя депрессия. Депрессия. Да, и потом, когда ты уже становишься, когда он тебя полностью захватывает, это принятие. Да, то есть, это все пять ступеней мы прямо разложили. Мне очень приятно, что это, в принципе, срослось, так получилось. А я вот сейчас помню, на самом деле, я сейчас вспоминаю 2017 год, прости, да, и первых этапов сценария там жертв было еще больше. Мы хотели, ну, то есть, по хронометражу уже не влезало, но изначально там было еще, по-моему, две даже жертвы, которые вклинивались именно вот между свалкой и между казино. У меня к вам вопрос, господа, мы расскажем нашим зрителям про канделябр? Это было смешно. Да, да, давай, это же спойлер. Это же сцена после титров. Это не, это сцена, ее все видели, кто видел. Надеемся. Если вы случайно посмотрели фильм и не увидели сцену после титров, срочно покупайте билет, тусите. Расскажи, каково тебе было играть с Константином Юрьевичем Хабенским? Константин Юрьевич Хабенский. Причем там же у Разумовского образ уже немножко такой. Ну, как это, просто Разумовский вернулся. Ну, типа, там же вот меня увели, и в психушке уже Разумовский и птичка. Птычка. Вот, а мы же там особо-то и не, мы же просто, мы не поработали. Но у нас было две сцены. Не, да, у нас на самом деле есть материал, скажем так. А подожди, мы можем об этом говорить? Мы можем об этом, но мы не можем определить. Давай поговорим, а потом, если что, почикаем. подожди, мы можем сказать, что у нас есть отснятый материал, в котором есть разговор, достаточно долгий. Большая сцена Сергея Разумовского и доктора, доктора Рубинштейна. Пока она не пригодилась, скажем так. Пока, скажем так, она лежит, она круче всего фильма. Она лежит на полочке, она крутая, я согласен. Она круче всего. Мой визуальный образ Разумовского в этой сцене, созданный в ППХ, Игорем Бойко, который там не лепил эти волосы за 20 минут, он сделал гениальный просто образ, просто крутейшая сцена, наверное, не знаю. А я быстро скажу, что вот такой образ Сергея Разумовского, как раз все фанаты комиксов абсолютно точно оценят, это вот то, что вы ждали с самого начала. Это так, я просто сам, то есть я не люблю там, в общем, не важно, но это прям крутейший именно с точки зрения образ был воссоздан, сцена сильнейшая, она не пригодилась нашим. Ну, если этот подкаст наберет 50 миллионов просмотров, мы выложим эту сцену, то вот все, мы обещаем невозможное. Но смотри, короче, такая тема, что там впервые в этой сцене после титров появляются птицы. Да, да, я помню эту птицу и хочу забыть нашу жизнь. И мы с тобой же проводили пробы грима, и мы тебя прямо одевали в птицу, мы делали тебе вот эти наросты, костяные какие-то. Я помню, как Артем присылает просто фото, и там вот вот существо, как существо, 8 часов почти, есть. Слушайте, это очень крутая, кстати, фотка. я в этой шапке с какими-то точками сидя, должен играть птицу, почти не шевелясь, на самой смене в каком-то шлеме я там ходил, чего только не было, 400 фотоаппаратов, что-то там надо тоже было делать. Станирование, да. Это вообще, ну, то есть, это тоже было очень трудно, но по сути сделать вот этого демона, сидя в какой-то дурацкой шапке, как будто у тебя прыщи повылезали, и при этом надо прямо сделать демона, сидя ровно, вот так, в рубашке, в кабинете, с окном и со смеющимся Олегом справа. Вот, то есть, это ужасно труднейшее. Нет, это крутая была смена, а про Канделябр-то будем рассказывать? Канделябр, в общем, я приехал на смену, когда мы снимали вот эти две сцены с Константином Юрьевичем в Кабенске, в психушке, в общем, я прихожу, и ко мне подходят, говорят, слушай, Сереж, там пока не ходи, я говорю, почему, ну, не ходи, я не пошел, потом мне рассказывают, что-то, я что-то напоминаю, что это на Тверской, это в центре Москвы. Это в центре Москвы. Прямо в центре САГО. Ко мне подходят, я говорю потом, ко мне подходят, говорят, слушай, в общем, там всю ночь оргия была, вот, и наши ребята приехали в пять утра. Да, реквизиторы приехали. Продюсеры не уезжали, главное. Да, продюсеры, ну, зато выспались. Продюсеры были там, продюсеры были там. Это моя шутка моя, Я просто разжевал. Вот, и, в общем, мне говорят, а там оргия была, там убирают, в общем, я догадался, птица из меня полезет из заднего его, сзади. И понимаешь, где-то вот на этом подоконнике кого-то перли, вот, просто буквально там. Так как анделябр-то, почему? А вот этого даже я не знаю. А почему? Давай, это же, мы нашли правила этой вечеринки, распечатанные. Там вот распечатанная листья 4, правила поведения на этой оргии. Во-первых, эта оргия была в формате Людовика какого-то 17-го, 14-го, 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 да. То есть там реально была, там все какие-то были в специальных нарядах, я так понимаю, в масках. И там было целое целое правило. И там были правила, что делать. Даме короля. Тебе нельзя подходить, а можно целовать ему. Да, можно посылать ножку, там что-то такое. Короче, полный ад. Но самое главное, там было стоп-слова, канделябр. А, да, да. И всю эту смену. Когда мы заканчивали, думали, собственно, мы говорили, так, все, канделябр. А самое классное, когда мы так говорили, а из-за нашей птицы и одного, и там пары прекрасных моментов, да, когда мы растянули огромную сцену с Константином Юрьевичем, играли за час, за полтора. Мне кажется, она как раз и получилась такой взрывной, энергичной, потому что было мало времени. Жесть. Не знаю, не знаю. Жесть была жесть, на самом деле. Очень быстро. Очень быстро. Вот я не уверен. Но в любом случае, получилось как получилось. И когда у нас с Константином Юрьевичем это напряженная сцена, а это я, а это Константин Юрьевич. И мне, ну, Рубинштейн. Нервозненько немножко с ним, да, как бы с такими, ну, то есть он с моей мастерской. С первого курса это Константин Хабенский и Хабенский, потому что мы с одной мастерской. Вот. Причем самое забавное, на следующий день ехал на юбилей к Вениамину Михайловичу туда, в Питер, куда я не приехал за съемку. Вот. И когда в конце сцены у тебя дубль наверняка будет, ты это понимаешь, говорят, канделябр, это, конечно, было подло. Это сбивало. Ну, то есть, ты там что-то пытаешься, и тут... Подло было со стороны всех этих людей оставить нам такую подготовку к месту. Скорее подготовку к птицам. Слушай, они же любили друг друга, им можно все просить ради любви. Смена была шикарной, потому что она родилась в атмосфере любви. Все во славу короля. Во славу короля, канделябр. Канделябр. У нас есть такой вопрос финальный. Я вообще не смотрел детского подкаста, о чем ты? У нас есть вопрос финальный. А какую бы суперсилу ты хотел себе заиметь, и мы тебя нарисуем в виде супергероя с этой суперсилой? Именно Серега Горошко, не Разумовский, не кто-то еще. Да, я Сергей Разумовский. Хочу продавать тебе билеты на свой театр в 100% заполняемости. Она и так продается без суперспособности. Ты же в курсе, что ты эту суперсилу не получишь? Это просто... Ты не можешь не так тщательно выбирать. Если я скажу, хочу все знать, вы нарисуете меня с огромной головой. Я не хочу, чтобы так было. Да, это будет смешно. Вот это из черепашек-ниндзя, только с телом. Как называется это? Модок, да? Или как он? Модок, да, из Marvel, да. Но он про Крэнг говорил. Естественно говоря, на самом деле, я не хочу никаких суперспособностей. О, типа Сережа, Горошко, обычный парень. Знаешь, как был? Горошко, обычный. Как был в Деткуле. Я к тому, что... Не, не, я не к этому. Я к тому, что, типа, ну... Это на фоне театра я понял больше. То есть опыт у меня жизненный небольшой, и камон, мне 23. Интересно, когда трудно, и, типа, ты ценишь то, что ты там приобрел или потерял, в любом случае, только за счет того, что есть некое, да, преодоление, какое-то темный, светлый, темный, светлый этап. И тогда ты это ценишь. Интересно. Если появляется какая-то суперспособность, это как чит-код. А как в любой игре, а я в детстве тоже любил поиграть, если ты один раз вел чит-код, через неделю или месяц ты игру закрываешь и больше не играешь в нее. Потому что неинтересно. Становится неинтересно, но без него ты уже не можешь. Короче, я понял, твоя суперспособность это отказ от всех суперспособностей. Не читерить. Никогда. Отказ от... Да, я думаю, что... Да, потому что человеком, вот какими мы есть, какие мы сейчас люди, быть интереснее всего. Молодец, выпендрился. Отлично. Я думаю, что у Сереги просто будет на самом деле на картинке, вот как вот футболка у Гены Букина у него будет так же. Без сил. Но, чтобы вы понимали, в «Майоре и Громе» нет супергероев же тоже, правильно? То есть Тихон... Есть только суперзлодей. Тихон лупит людей, а этот Розумовский богатый псих. Ну вот. Как где тут суперспособность? Деньги он заработал? Без рук нету. Ну да, да. Так что там нет суперспособности. Ну смотри, но Бэтмен-то тоже без суперспособности, но при этом... Но деньги-то есть. Он тоже супергерой. То есть получается много денег это тоже суперсила? Конечно. А, ну он их заработал, а ему досталось наследство. Бэтмену. А Розумовский заработал. То есть ты хочешь заработать много денег, а это будет твоей суперсилой? Да нет, деньги... Не в деньгах сила, брат. А в правде? В правде. Но это лучше у Тихона спросить. А в правде, брат. Спасибо большое, что пришел к нам на подкаст. Было реально очень весело. Я столько всего вспомнил. Класс. Так здорово, так здорово сейчас полночь разговаривать об Эдаксту. Поэтому, если что, плывем, простите. Правда, это было очень круто. Я прям перенесся мысленно на полтора года назад. Я тоже вспомнил этот чатик, как мы пишем, испанский стыд, а Сергей там делает вот так. Блин, надо откопать и посмотреть. Блин, это прикольно. Я тогда тебя закопаюсь. Ты это откопаешь. Да ладно, у нас много видеоконтента, дружище, который никто никогда не увидит, надеюсь. На это уже. Друзья, всем спасибо. Это был очередной выпуск Баббл-подкаста Special Edition Майор Громчуной Доктор. И мы с вами сейчас прощаемся, но каждый день мы видимся с вами сейчас в кино, потому что идет фильм в кинотеатрах. Мы все вас туда приглашаем. Смотрите, пересматривайте, зовите всех родных, близких, друзей, недругов. Смотрите, какой там классный Сергей Горошко. Да, и, собственно... Сереж, спасибо тебе. Спасибо. Было очень круто. Красавчик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok